Никто, насколько я помню, крепких спиртных напилков на футбол не приносил. Ну, только разве что осенью, когда холодно, дабы не замерзнуть. А так, в основном, пивко. Ну, в худшем случае, портвешов. Но это в худшем случае, потому что хочется же видеть футбол. Хочется не сказать, что делать. И, кто это, Желудков или Золгополов? Сейчас вспомните. Ну, не-не-не, пойду-ка слегка, так просто, чтобы было легкое, такое хорошее настроение. Вот здесь, на углу Кировского проспекта и улицы Скороходова, в советское время располагался пивной бар Руно. Названия улиц изменились. Ныне это угол Каменноостровского проспекта и Большой Монетный. Ресторан называется «Виктория», но суть не в этом. Именно здесь, на протяжении многих лет, располагалась одна из главных точек сбора болельщиков перед матчем на стадионе Кирова. Место это, как мы говорим сейчас, было демократичным. В середине 80-х здесь собираются в основном студенты, но бывают люди постарше. Пьют в основном пиво, но могут выпить и покрепче. Знаменитый футбольный комментатор Виктор Сергеевич Набутов, бывая здесь еще в 60-х, называл бар Руно не иначе, как руины. Это все, что оставалось от организма, если вечер, проведенный здесь, что называется, удавался. Перед футболом было не попасть, правильно, в этот бар? Не только болельщиковые фанаты, а нормальные музыки, которые называют Кузьмичами. Да, да, да. Понятие клубной атрибутики появилось совсем недавно, и разнообразию клубных шарфов и флагов первые советские фанаты могли лишь обзавидоваться. А вот ручная работа шарф болельщика «Зенита» середины 80-х годов прошлого века. Чуть позже советская промышленность по-настоящему отличилась, выпустив вот такой клубный шарф «Зенита» – красно-белый. Действительно издевательство, но если сделать скидку на время советское, предположим, может просто ниток синих поставщики на фабрику не завезли. Кстати, именно в баре Руно было принято одно историческое для «Зенита» решение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Динамо Москва» и «Динамо Минск» там что-то начинается, и «Динамо Тбилиси», и все они сине-белые, и их называют сине-белыми. То есть, как бы, ну, собралось человек пять, и решили, что надо же как-то отличаться, что будем делать. И при ближайшем рассмотрении флага, это вот, я даже, помню, гитарист предложил, как бы, такой человек был, ну, мы собрались, он говорит, «Смотри, тут парни, на флаге еще голубой цвет есть, почему нам не быть трехцветными первыми?» И начали перевязывать разы, будем трехцветными, будем трехцветными. О чем я хочу сказать? Понимаете, что от 15-ти, там, до 18-ти, до 19-ти лет, там, вот, группа людей, группа людей решила судьбу цветов «Зенита», ну, до сегодняшнего дня. Что на стадионе Кирова останется неизменным, так это пронизывающий ветер, он дует в залива. Во всем остальном, за прошедшие 20 лет, здесь многое изменилось, включая разметку секторов. Вот там, где вы сейчас видите цифру 36, глазам верить не надо. Именно здесь располагался знаменитый сектор 33, о котором будут впоследствии слагать песни, а людей, которые собирались на этом секторе в 80-е годы, назовут первыми фанатами. Вот 33-й и другой страны, 17-й, по-моему, это самые близкие сектора, вот, к крамваям, к автобусам, как пребывали, но не просто самые близкие, а самые близкие и самые дешевые. Потому что там билет был стоил рубль, а вот на сотене, вот, 32-й, ну, в другой стране, уже был рубль в весе. Ну, а почему именно 33-й? Потому что, как бы, все равно, больше дороже, получается, приезжало не на автобусе, который подходил к 17-й, а на трамвае, по пешку. И вот это был, как бы, в бизнесе ближний и дешевый.